ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЙВИЧА ПУЧКИНА Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня зовут Лиза. У нас дома есть книга ваших стихов. Я её когда с полки доставала, чуть не уронила. Она такая толстая, тяжёлая. Ну, сразу понятно, что вы много написали. Я когда её потом листала, на одно стихотворение наткнулась. Пророк называется. Мама, правда, сказала, что я для него ещё маловато. А я вовсе и не маловато. Взяла и прочла. И оно, честно вам скажу, мне сперва не очень понравилось. Но когда я прочитала второй раз, оно мне очень понравилось. Вот так бывает. Мощное стихотворение вы написали, Александр Сергеевич. Я его даже выучила. Ну, кусочек. Духовной жаждую томим. В пустыне мрачно я влачился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами лёгкими, как сон, моих зенит скоснулся он. Там дальше ещё много интересного и очень красивого. Ну и вот, о чём хотела вас, Александр Сергеевич, спросить. Вы в стихотворении этом используете много, но совершенно непонятных мне слов. И что они значат, нигде не объясняете. А надо было бы объяснить. Вот, например, что значит влачился? Кто такой шестикрылый серафим? Это кто-то типа змея Горыныча? А ещё что такое персты и зеницы? Да, Лиза, непростое выбрали вы стихотворение. Но я постараюсь вам помочь. Объясняю. Влачиться значит медленно идти, еле передвигая ноги. В пустыне мрачно я влачился. Герой моего стихотворения брёл по пустыне, пока ему не явился шестикрылый серафим. Серафимы — это такие волшебные существа. Они считаются самыми главными ангелами на небе. И в этом стихотворении серафим спустился к человеку и своими перстами, то есть пальцами, коснулся его зениц, значит, глаз. И после того, как произошла эта встреча, герой стал видеть, слышать и замечать то, что недоступно другим людям. А «духовной жаждою томим» означает, что на душе у героя моего стихотворения было неспокойно. Он томился, то есть страдал душевно. Ну как, Лиза, теперь вам всё понятно? Конечно, теперь-то мне всё стало ясно. Исполнись волею моей и, обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». Спасибо. Объяснили. С днём рождения, Александр Сергеевич! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова